Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. О своё особое мнение сегодня высказывает представитель Кировской области в Общественной палате Российской Федерации Андрей Усенко. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Стала известна сегодня дата прощания с Маратом Фрэнкелем. Я напомню, что 8 марта скончался глава нашего центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наш с вами коллега Андрей Леонидович. 8 марта, я не знаю подробностей на самом деле, но хотелось бы напомнить всем, кто хочет попрощаться с Маратом Ашаровичем, что в среду с 10 до 11 часов в областном Доме народного творчества пройдёт прощание. Для вас, наверное, так же, как для меня, неожиданным было это сообщение. Неожиданная и, конечно, очень скорбная весть. Я, конечно, выражаю соболезнования и близким, родным, и, собственно говоря, всем коллегам и товарищам, и нам с вами. Потому что Марат Ашарович – это, конечно же, фигура, что называется, в регионе на протяжении большого количества лет. Поэтому действительно скорбное известие. Ну, хотелось бы вспомнить его просто, как человека, с которым нам пришлось работать в общественной палате достаточно долгое время. И вот я его не могу, правда, без улыбки вспоминать, потому что это действительно такой столб, я бы сказала, что общественная палата и Марат Френкель для меня – это неразрывные какие-то совершенно понятия. Ну, Марат Ашарович действительно, он был, собственно говоря, членом общественной палаты на протяжении всего периода ее работы. И надо сказать, что он был членом палаты по достоинству, потому что он очень действительно неравнодушный, заинтересованный человек, избравший своей работой не самый простой вид деятельности, мониторинг окружающей среды, предсказания погоды, за которой его, может быть, периодически критиковали. Но надо понимать, что это не самая простая деятельность и очень непредсказуемая. Но человеческие качества Марата Ашаровича, конечно, всегда были, что называется, на высоте. Потому что и отношение к тому, чем он занимался, и отношение к непосредственной профессиональной деятельности, и работе в общественной палате иногда, может быть, и с перегибом каким-то в силу той самой очень высокой заинтересованности в том, что он делал. Но деятельность общественной палаты в сфере экологии, в сфере мониторинга природопользования была, наверное, одним из основных и активных направлений работы общественной палаты. Совершенно верно. И вот когда уходит человек, который почти полвека на посту и знает всю историю развития Кировской области, а в той части, в которой он занимается, безусловно, высокопрофессиональный, ты даже несколько теряешься, когда такое происходит. Я бы хотела напомнить все-таки еще депутатам УЗС через наш эфир, что Марат Ашарович подавал документы, я не знаю, как это происходит. Не он подавал, он был выдвинут на присвоение звания почетный гражданин Кировской области. Этот вопрос был отложен на заседание УЗС 28 сентября, и я бы предложила все-таки депутатам УЗС к нему вернуться. Потому что я считаю лично, что этот человек абсолютно достойный такого звания. Не мне решать, но тем не менее. Я должен, в свою очередь, сказать, что общественная палата единогласно поддержала выдвижение кандидатуры Марата Ашаровича на получение этого звания. Единственное, что, к сожалению, в данном случае надо сказать, что по закону Кировской области о почетных гражданах это звание не присваивается посмертно. Да, я знаю, что для Марата Фрэнкеля это был важный вопрос. Он переживал за это. Но мы будем вспоминать Марата Ашаровича с глубоким-глубоким уважением. Давайте сейчас перейдем к темам, которые связаны с общественной же палатой, но уже на уровне Российской Федерации. Вы только что вернулись с мероприятия, которое прошло и которое вы ввели. Это было заседание в общественной палате Российской Федерации, где снова обсуждалась проблема слишком высокой кадастровой стоимости помещений и работы с оценщиками, вопросами судебных трат при оспаривании стоимости. Мы с вами начинали уже об этом говорить, несколько раз об этом упоминали. Надо еще раз обозначить, в чем острота этой темы. Мы действительно на прошлой неделе провели в общественной палате России общественные слушания и нулевое чтение законопроекта. Большое мероприятие, мы готовили его больше месяца. Около ста участников собралось совершенно широкий спектр заинтересованных фигур присутствовал. Нулевое чтение это когда чтение до рассмотрения его в Государственной Думе? До первого чтения в Госдуме. Это законопроект о порядке распределения расходов в случае оспаривания кадастровой стоимости внесен в Госдуму. По-моему, 23 марта должно состояться первое чтение. Мы проводили нулевое чтение в преддверии этого для того, чтобы сформулировать отношения общественности и профессиональных сообществ, собственно говоря, к этому законопроекту. Мы тематику расширили до общественных слушаний в принципе по вопросу оспаривания кадастровой стоимости, потому что назревает достаточно серьезная ситуация и в отношении, собственно говоря, бизнеса, который платит налоги, исходя из кадастровой стоимости, пока еще не весь. И в отношении граждан, которые уже платят полностью свои налоги, исходя из кадастровой стоимости, вот этот институт оспаривания, возможности, собственно говоря, там, приведения кадастровой стоимости к реальной рыночной вызывает достаточно много вопросов. Так получилось, что, собственно говоря, там, актуальность темы была подтверждена тем, что буквально там за неделю до нашего мероприятия эту тему в своем послании федеральному собранию поднял даже президент. И он достаточно четко высказал позицию относительно того, что кадастровая стоимость не должна превышать рыночную. По целому ряду объектов мы имеем превышение такое уже сейчас, потому что кадастровая оценка проводилась в 2012-2013 годах, с тех пор рыночные цены упали, даже несмотря на инфляцию, а кадастровая стоимость остается все той же. И, к сожалению, сейчас государство предпринимает ряд шагов, которые значительно усложнят, собственно говоря, процедуру распаривания, потому что сейчас это двухступенчатый процесс. В каждом регионе есть комиссия при Росреестре, которая рассматривает заявление о пересмотре кадастровой стоимости и в таком, так называемом, досудебном порядке может принимать это решение. Либо же, если комиссия не соглашается с доводами, обратившегося предпринимателя или гражданин имеет право обратиться в суд с проведенной независимой оценкой. С 2018 года два сразу нововведения пытаются внедрить. Первое это создание государственных бюджетных учреждений, которые теперь будут проводить кадастровую оценку. И только они? То есть, если раньше органы власти заказывали, собственно говоря, проведение этой оценки профессиональным квалифицированным оценщикам, то теперь это будут делать бюджетные учреждения. И с учетом того, что, собственно говоря, одним из основных факторов при обсуждении вопросов кадастровой оценки является ее рассмотрение как налогооблагаемой базы, мы понимаем, что бюджетные учреждения будут, собственно говоря, волей-неволей, а скорее всего, по прямому указанию органов власти, которые заинтересованы в увеличении сбора налогов. Эту кадастровую стоимость, ну, скажем так, измерять по максимальной планке. Да, именно так. Что, собственно говоря, противоречит ее сущности, потому что мы говорили о том, что регулировать надо не стоимость, а размер налога. А стоимость должна соответствовать рыночной, а лучше вообще исходить из европейской практики, когда для снятия вообще вот этих споров кадастровая стоимость оценивается примерно в 70% от рыночной. А дальше идет регулирование ставкой налогов. Для торговых центров одна, для производственных помещений другая, для физических лиц третья. То есть регулируется уже категорией граждан, а не категорией собственности самой. Сейчас нужно прерваться на полминуты, и после этого перерыва мы завершим обсуждение вопроса по регулированию кадастровой стоимости помещений. Особое мнение на 101FM. Представитель Кировской области в Общественном палате Российской Федерации Андрей Усенко озвучивает сегодня свое особое мнение. У микрофона работает Светлана Занько, и мы продолжаем излагать суть дела по поводу регулирования кадастровой стоимости помещений. И вот в перерыве, Андрей Леонидович, то, что мне рассказывал по кадастровой стоимости, я понимаю, что процесс просто усугубляется и запутывается еще больше. Вот давайте немножечко все-таки напомним историю вопроса, для чего вводилась вот эта самая кадастровая стоимость, и почему бизнесу так важно, чтобы этот вопрос был окончательно урегулирован и максимально упрощен? Ну, дело в том, что важна прозрачность, прозрачность и понятность. Когда тебе твое имущество оценивают, исходя из, собственно говоря, непонятных тебе расценок, бизнес уже практически в открытую говорит, и по многим регионам, собственно говоря, это уже выражено. Когда бизнес говорит, вы оценили в такую стоимость, так вы купите у меня, я вам с удовольствием продам. Или даже купите за 70%, я вам тоже с удовольствием продам, если вы считаете, что это столько стоит. Потому что государство, оценивая, проводя вот эту процедуру оценки кадастровой стоимости, по сути дела, никакой ответственности за эту оценку не несет. Потому что если стоимость определена неправильно, бизнес или гражданин вынуждены проводить независимую оценку за свой счет, после чего обращаться либо в комиссию, либо уже в суд, для того, чтобы эту стоимость привести в соответствие с рыночной. Но государство усложняет и этот процесс. Исключаются, по новому закону пытаются исключить, сделать необязательным создание комиссии в регионах, к которым можно обратиться. Соответственно, дальше возникают вопросы. Вы должны сделать независимую оценку, вы должны обратиться в суд, понести судебные расходы и издержки. А государство еще и говорит о том, что в данном случае, даже если стоимость признана, то ваша независимая оценка, то расходы и судебные издержки вы оплачиваете, а не государство. Потому что мы понимаем, что в случае, если, и это как раз было одним из предметов рассмотрения, нулевого чтения, что если судебные издержки возложить на государство, то это возникнет достаточно большой объем бюджетных расходов, которые не запланированы, но которые государство должно, по сути дела, нести, потому что оно несет ответственность за определение стоимости. И теперь история такая. Владельцы помещений получают кадастровую оценку от муниципальных учреждений, которые заинтересованы в том, чтобы стоимость помещения была максимальной для того, чтобы собрать побольше налогов. В нашей стране кадастровая стоимость может равняться рыночной, даже превышать ее, получается. В большинстве случаев она превышает, к сожалению. Превышает ее. Дальше, если ты не согласен, ты должен заплатить за независимую оценку, а потом пойти с этим в суд и заплатить судебные издержки. И даже если ты выиграешь, тебе эти судебные издержки и твои затраты никто не компенсирует. Пока предполагается вот так, и мы, собственно говоря, с этим и спорили. Потому что есть вообще нонсенс ситуации, когда в результате ошибки государственного органа, например, посчитана кадастровая стоимость помещения, исходя не из площади, а из адреса. Вот ошиблись и вместо 150 квадратных метров площади посчитали адрес 220, там дом или кадастровый номер, и посчитали, исходя из 220 метров. Так вот, даже техническая ошибка, чтобы ее исправить, если в настоящее время ты все-таки имеешь возможность через комиссию это сделать без судебных издержек, то в данном случае, если эта комиссия исключается, то это только судебное решение, судебные издержки и все остальное. Андрей Леонидович, я вот когда это все слушаю, уже не в первый раз, я не понимаю тогда, о каком развитии вообще предпринимательства малого и среднего может идти речь в этой стране, если все делается, вот исходя из того, что я прочитала, на сайте общественной палаты, пожалуйста, Кировской области, есть мнения, есть суждения, есть примеры. Да, это направлено на сбор налогов, на пополнение бюджета за счет налогов, но в то же время направлено на разорение просто предпринимателя. Ну, к сожалению, в данном случае и в целом ряде других ситуаций мы вынуждены говорить о том, что государство, с одной стороны, декларируя развитие и поддержку предпринимательства... Президент тут заявил, что мы должны увеличить процентом кратно количество малых и средних. Декларируя это, собственно говоря, в качестве политической некой воли, административные методы в значительной степени, скажем так, мягко не способствуют развитию предпринимательской активности. Потому что кроме самого факта изменения и увеличения налогов, еще и большую проблему создает постоянно меняющиеся вот эти правила игры, мы об этом тоже всегда говорим. Ну, там, ввели уже кадастровую стоимость, ну, оставьте тогда, пусть она работает так, как есть. Потому что сейчас пойдет опять процесс переоценки вот этими ГБУ, и мы боимся, что... Государственными бюджетными учреждениями. Да, которые будут делать ее, исходя из интересов, опять же, государства. Мы боимся, что опять сейчас будет очередной виток роста кадастровой стоимости, оспаривания. А для бизнеса это не только материальные потери прямые, там, на независимую оценку и судебные издержки, но и временные. Когда ты, собственно говоря, можешь там не вовремя это сделать, и тебе налог уже начислят, обратно ты его тоже не вернешь. То есть целый ряд проблем, которые создаются, ну, по сути дела, на пустом месте. И здесь, ну, опять же, вот, опасения профессиональным сообществам высказывались. Здесь президент действительно сказал в своем послании, что кадастровая стоимость не должна превышать рыночную. И дал на это полгода. Он сказал, что до конца 2018 года этот вопрос надо решить. Вот правильно ли будет истолковано, там, скажем так, указание президента с точки зрения деятельности ГБУ? Мы понимаем с вами, что по стране речь идет о десятках миллионов объектов, земельных участков, строений, зданий, помещений, всего, что угодно. Вот как сейчас будет реализован вот этот посыл президента, насколько он будет правильно истолкован, а не компанейщиной. Игрой с цифрами. Все это там закончится, тоже вызывает серьезные опасения. У нас, мы вели мероприятие совместно с зампредом комитета Госдумы по экономической политике Катасоновым. Ну, у меня, в общем, как бы создалось впечатление, что озабоченность это есть. Я надеюсь, что к процедуре первого чтения законопроекта, о котором мы говорим, все-таки в Госдуме там сформируется тоже мнение о том, что реализация должна соответствовать, собственно говоря, идее этого закона, а не вот такой там попытки решить опять региональные бюджетные проблемы за счет предпринимательского сообщества. Ну да, это очень похоже на майские указы 2012 года, вы знаете, только в отношении бизнеса уже сейчас. Еще о налогах хочется с вами поговорить. Тут председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области Роман Береснев предложил отдавать госконтракты только предприятиям с белой зарплатой. Вам нравится такое предложение? Он предлагает внести это как пункт, когда, собственно, эти госконтракты распределяются, разыгрываются, проходят конкурсные процедуры. Ну, я, с одной стороны, там идеологию предложения, в общем, как бы понимаю, с другой стороны, не очень понимаю механизм ее реализации, потому что, по идее, у нас все предприятия в стране должны быть с белой зарплатой. И, собственно говоря, должна идти речь не о их допуске к госконтрактам, а, собственно, о том, что все должны работать в одинаковых условиях, в одинаковой конкурентной среде. К сожалению, практика показывает, что на протяжении уже лет десяти мы ведем разговоры о зарплате в конвертах, о серых схемах выплаты заработной платы, о сотрудниках, устроенных в качестве индивидуальных предпринимателей, а не по трудовым договорам. Поэтому только лишь этим изменением я боюсь ситуацию не переломить и точно не добиться того, что бизнес будет действовать так. Это постоянно игра в такие кошки-мышки, кто хитрее окажется. Государство придумывает 44-й закон, замечательный, конкурентный, создающий там вроде как равные условия для конкуренции. Но и само государство начинает придумывать, как его обойти. Иногда в благих целях, иногда не очень. Ну и, собственно говоря, бизнес тоже это придумывает. По этому поводу есть такая очень четкая и понятная формулировка, которая один из наших заводов столкнулся, когда было принято решение о квотах по закупкам крупными корпорациями и госструктурами малого бизнеса. Когда приняли решение, что минимум 15% закупок должно производиться у субъектов малого предпринимательства. Ну, представитель завода приехал, собственно говоря, в крупную структуру, сказал, что они готовы в качестве субъекта малого предпринимательства поставлять ту продукцию, которая структуре необходима. На что им сказали, спасибо большое, мы структуру уже создали. У нас есть своя структура. Да, мы субъект малого предпринимательства уже создали, все у нас нормально, мы решили так же. Прекрасно. Ну, так что же, если там сказать одним словом, да или нет этому предложению? Если оно будет сформулировано таким образом, чтобы действительно учитывать фактическую ситуацию с выплатой заработной платы в белую, то да. Но я, честно говоря, вот с точки зрения законодательной формулировки не вижу такой возможности, потому что, ну, оформят 5 человек в белую, остальные 10 останутся работать серым. Мы, проблема-то в том, что мы не видим этого серого поля, и все наши контрольно-надзорные органы в большинстве своем действуют как раз вот там, что называется, да, почему здесь ищешь, да, потому что здесь светло. А, ну, так вот, это второе предложение Романа Александровича, мы сейчас говорим о господине Бересневе, представителе Федерации профсоюзных организаций Кировской области, как раз относительно контролирующих органов, конкретно налоговой. Он предлагает инспекторам обратить внимание на малый микробизнес, вот его конкретно вывести из тени, он то же самое, что и вы, говорит, что легко искать на крупных предприятиях, где светло, как вы говорите, да, сразу там, если уж нарушение, так ух, выявили там, да, и все, и сидишь с проверкой. А этих предпринимателей, малых и средних, так их много, устанешь проверять. Но он предлагает направить как раз действие налоговой в эту сторону, потому что там тоже большое количество нарушений, их вывести из тени. Я должен сказать, что это не новое предложение, собственно говоря. Мы 7 лет назад еще на первом форуме предприятия «Становятки» поднимали эту тему и даже давали расчеты о том теневом секторе по отраслям, о котором мы говорим, в строительстве, в транспортных перевозках, в отделочных работах, в различных сферах, в оказании услуг, в общепите. Там действительно серьезные цифры, но здесь надо говорить о мотивации контрольно-надзорных органов, во-первых, а во-вторых, о совокупности их полномочий и возможностей. Мотивация контрольно-надзорных органов в обелении так называемого бизнеса отсутствует. Как так? Дело в том, что в прямых показателях работы контрольно-надзорных органов нет таких цифр, как, например, увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности в регионе за счет обеления или за счет создания условий. Есть показатели собираемости налогов, есть показатели еще какие-то специфические, но там нет пространства для деятельности по содействию, выходу бизнеса из теми. Ведь мы всегда говорим о том, что надо заниматься не закрытием серых предпринимателей, надо заниматься их выведением в светлое то самое пространство. Но при этом у каждого из отдельных государственных органов не хватает полномочий. У прокуратуры одни, у милиции другие, у службы занятости третьи, у трудовой инспекции четвертые. Совокупности не хватает. Межведомственного взаимодействия и сотрудничества тоже, к сожалению, недостаточно в силу отсутствия, я бы прямо сказал, государственной политики в этом плане. Мы в качестве примера в свое время несколько лет назад приводили борьбу с теми самыми фуфыриками. Тоже не хватало полномочий по отдельности у милиции, у Роспотребнадзора, у других структур. Но когда было принято политическое решение в регионе о том, что мы боремся с этим и мы добьемся того, чтобы в регионе прекратилась массовая продажа, то сразу нашлись ресурсы, сразу нашлись возможности. Первые лица той же милиции вышли в рейды и всем было понятно, что это серьезно и это будет реализовано. А в послании президента, в последнем его послании, вы не услышали эту политическую волю в отношении как раз малого и среднего предпринимательства? Я, к сожалению, в посланиях президента много раз уже и много видов политической воли, так скажем, по направлениям сформулировано. Но с точки зрения некой государственной политики, это требует четкого исполнения, что называется, по всей вертикали. От послания президента до главы территориального органа любой из федеральных структур, а лучше даже до уровня муниципалитета. Когда это будет таким образом реализовано, это будет государственная политика и политическая воля. Вы все еще верите в вертикаль? Я в вертикаль-то на самом деле не верю. И в этом смысле стараюсь, вернее, иногда разочаровываю многих тех, кто в нее верит и кто считает, что в нашей стране действительно очень жесткая вертикаль. На самом деле, когда проходишь по различным уровням органов власти, и муниципальных, и региональных, и федеральных, ты видишь, что этой вертикали нет. Да. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Андрей Усенко, это его особое мнение, вы сегодня слушаете. Особое мнение на 101FM Это действительно программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывает Андрей Усенко, представитель Кировской области в Общественной палате Российской Федерации. И хотелось бы, Андрей Леонидович, с вами поговорить еще о круглом столе, который при вашем участии прошел в библиотеке имени Герцена пару недель назад. Он был организован как раз Общественной палатой Российской Федерации. Тема была «Скажи, что не так». Собирались мнения горожан на улицах, собирались мнения экспертов, были собраны общественники, большинство из которых не успело высказать свою точку зрения. Но там, на этом круглом столе было заявлено, что необходимо создать дискуссионную площадку, в том числе и в Кировской области, которая будет называться «Либо скажи, что не так, либо так-то», как сказал Сан Саныч Галицких. Предложение у него такое было. Потом дискуссия о необходимости этой площадки развернулась сразу же, потому что люди говорят, а не будет ли эта площадка дублировать функции самой Общественной палаты? Разве там не должна разворачиваться дискуссия? И мало ли что у нас еще есть. Зачем все это нужно? Ну так вот, две недели прошло достаточно, и время, мне кажется, для рефлексии. Что в итоге после этого круглого стола, и будет ли у нас площадка так-то да? Ну, конечно, я должен сам сказать, что не в полной мере были реализованы наши ожидания от того мероприятия, которое состоялось. Но понимая то, зачем это делает Общественная палата России, я считаю, что здесь задача была решена. А Общественная палата России видит свою функцию при проведении вот этих мероприятий как некий посыл для того, чтобы дальше подобные встречи сделать, скажем так, регулярными и системными. И понятно, что всем хотелось высказаться на первой же встрече, действительно, не всем это удалось. Но я надеюсь, что у нас уже, собственно говоря, есть понимание того, что это удастся сделать последующим воплощение тех договоренностей, которые были. Общественная палата России называет это клубом неким, дискуссионная площадка, клуб, как угодно. Название так-то да, действительно родилось, собственно говоря, практически моментально, когда мы начали это обсуждать. Что касается формата, я думаю, что до конца весны мы проведем очередную такую встречу. Единственное, что мы планируем сделать их тематическими. То есть не попыткой обсудить или дать возможность высказаться абсолютно обо всем, а определим основные темы, которые, собственно говоря, волнуют и наших общественных активистов, и граждан нашего города и области. И сделаем эти встречи тематическими. Причем у нас есть подтверждение участия в этих встречах губернатора региона, главы администрации города. И мы будем добавлять к этому еще приглашение федеральных экспертов, той же общественной палаты России, для того, чтобы, скажем так, не только нашим внутренним взглядом смотреть на те вопросы и ситуации, которые есть, но и подключать ресурс со стороны людей, которые много достаточно темами этим занимаются, видели, как это реализовано в других регионах, имеют определенный опыт, могут поделиться. Поэтому такой формат мы продолжим. Единственное, что тем, кто говорит, не будет ли это дублировать общественную палату или что-то, здесь формат действительно такой вот, что называется, разовый. То есть эта форма работы не предполагает такую системную подготовку, осуществление, последующую реализацию. Это некий формат сверки происходящего взглядов власти и общества на то, что, собственно говоря, происходит в настоящее время по тем или иным тематикам. Встретились, высказались, попытались услышать друг друга, о чем-то договорились и тогда уже в этих направлениях начали двигаться. Это точка встречи, на которой, собственно говоря, органы власти и общественные активисты имеют возможность высказать свои позиции по тем или иным актуальным в настоящее время вопросам. Общественная палата может дальше брать в проработку уже, как и, собственно говоря, любые другие общественные объединения, те либо договоренности, либо позиции, которые были озвучены. Но вот эта вот периодическая встреча, причем на уровне действительно руководства региона и руководства города, для того, чтобы сверять свои позиции, на мой взгляд, такой формат действительно необходим. И я вижу, предполагаю, собственно говоря, его эффективность в дальнейшем. До конца весны? Да, до конца весны. Следующая встреча состоится? Ну, соответственно, до 1 июня, я думаю, что это, скорее всего, май, мы проведем встречу, обсудим совместно ту тематику, которую вынесем. Но по результатам опроса мы, к сожалению, пока еще не получили анализ тех опросов и тех собеседований, которые проводила Общественная палата России в преддверии этого мероприятия. Мы его получим. Но даже просто по первым прикидкам видно, что все-таки основной объем вопросов касается, понятно, что в городе, и понятно, что, собственно говоря, состояние городской среды, так скажем, в широком смысле этого слова. У нас есть еще несколько тем, которые я припасла, конечно, для завершения нашей программы. Но я боюсь, что о выборах мы сейчас поговорить подробно не сможем. И контроля оставим это для Александра Александровича Галицких. На четверг он к нам придет как раз, потому что теперь Общественная палата должна не просто предоставить возможность контролировать, а практически обязана контролеров этих собирать. Как нам удалось наблюдателей собрать, это мы все на четверг к Сан-Сан-Чугалицких. А у вас я хочу попросить краткий ответ на вопрос Александра, который он оставил на сайте хакирова.ру в разделе анонс. Это наши слушатели. Андрей, добрый день. Как вы оцениваете деятельность депутатов Государственной Думы, избранных от Кировской области, от Единой России и ЛДПР? Спасибо. Что вы знаете о деятельности депутатов Госдумы от Кировской области? В разрезе персоналей, наверное, оценок не дам. Другой вопрос, что... Помните ли вы, кто у нас депутат от Кировской области? Ну, помним. У нас, собственно говоря, не сильно меняются эти персоны. Я должен сказать, что по моему опыту сейчас общения с депутатским корпусом Госдумы, не с нашими конкретно, а с различными депутатами, я не очень делю тут по территориальному признаку. Потому что, на самом деле, мне кажется, что задача депутатов все-таки не концентрация на интересах региона. Это представительный орган власти, который должен заниматься интересами всех граждан Российской Федерации. Я вижу, что нынешний состав Госдумы, по моим впечатлениям, более содержателен и более вдумчив, нежели чем предыдущий. Из того, что я вижу в процессе общения, в процессе обсуждения тех или иных законопроектов. Если раньше, собственно говоря, был предыдущий состав Госдумы и предыдущий состав Общественной палаты России, и попытки нулевых чтений носили достаточно формальный характер, потому что было понятно, что если законопроект внесен правительством, то, в общем, спорить-то особо с ним никто не будет. Здесь же даже на примере тех нулевых чтений, которые мы проводили, несмотря на то, что они внесены в структуры правительства Российской Федерации, депутаты Госдумы говорят о том, что намерены достаточно серьезно дискутировать по этому поводу. То есть даже наши практически не меняющиеся депутаты от Кировской области тоже более вдумчиво относятся сейчас к своей работе? Мне кажется, что с появлением в Госдуме Володина можно по-разному относиться к его перемещению из администрации президента в Государственную Думу, но статус и формат решений, формат работы Государственной Думы, по моим ощущениям, стал более содержательным. Окей. Вернемся в Кировскую область и даже в город Киров. И под завершение нашей программы я хочу вам порассуждать на тему, которую затронул Илья Шульгин, глава администрации Кировской области. Он обратился к городским депутатам с просьбой разработать план мероприятий для укрепления семьи. Честно скажу вам, говорит он, я цитирую по нашему сайту, я голову сломал и не знаю, что предложить, какие мероприятия можно провести по укреплению семьи. Как человек православный, кроме как молиться за них, ничего не могу. А ситуацию надо кардинальным образом переламывать. Статистика на сегодня в этом смысле пугающая. Статистика у нас следующая. На тысячу свадеб в 2016 году в нашем регионе приходится 1031 развод. Есть у вас предложение относительно того, что заставило бы Кировчан радоваться жизни в семейном кругу? Андрей Леонидович. Конечно, есть. Людям надо жить в комфортной городской среде, иметь определенное ощущение стабильности и наличия перспектив, и чувствовать, что власть для них, а не для власти. И тогда люди будут создавать семьи, тогда люди будут рожать детей, тогда люди будут жить там, где им комфортно. Поэтому здесь и депутатам, и чиновникам, что называется, надо в первую очередь ломать голову не о том, как привить людям любовь к семье, или семейные скрепы, а, собственно говоря, стараться более эффективно, более качественно, более заинтересованно выполнять свою непосредственную работу. обеспечивать комфортную, безопасную и приятную среду обитания для людей. Вот такое предложение от Андрея Усенко. Я надеюсь, что Илья Шульгин нас слышит, и слушает, и услышит такое предложение, озвученное в программе «Особое мнение» на волнах нашей радиостанции. Благодарю за эфир. У микрофона работала Светлана Занько. Всем до свидания. До свидания.